что там оператор картина маслом я вижу ты уже снимаешь поэтому спасибо за не неожиданность таки да друзья всем привет привет мои хорошие акты друзья ким марат джан сказал что серега этот позор снимает сам короче друзья такие шикарные выход как там цианочка с выходом что я вам хотел приготовить это кричишь то потому что у меня плещет эмоции да так не расплескивай ты посмотри елки палки ты что ай-ай-ай ты посмотри что за красавица катюня то не он елки-палки я друзья если вы идете короче и видите брэд пит идет таки знаете что этого не в голливуде а в одессе маме сереж что ты мнешь с ноги на ногу что ты как это хоть бы раз поддержала меня в хорошем игривом настроении то я же людям это настроение передаю ребята все для вас ловите по аромату хорошего настроения ты что надо срочно посмотреть баба катя на работе а блин одесса в той стране блин на работе торгуют красивом елки-палки алё бабкать да ты что вы сейчас кайфанете такое мнение не с карасем тыква с гусем будет а есть огромная тыква здоровенная такая шума мы дорогая шляпу срежу вам покажу короче да будете завидовать ну как в хорошем смысле слова да так что и кусочек вам тоже достанется всего хорошего дня шу карася до обеда всего продали целую весь привоз катюня а не переживай подзорная труба здесь как это как дура знаешь что почечку такую есть делать и чтоб она висела зачем ты это делал мальчику случае рынка скажет за тебя что опять ребенка она просто у нас музыкальная очень причем очень там судя по грамму вообще и на джига и такое ты шо скоро меня уже там не будет будет одна миланя там дэс имбулом бадаре дэс имбулом бадаре дэс имбулом бадаре дэс имбулом ладно ламбада как мы вчера гуся вот его в горшочках очень вкусно получилось ребята не забудьте гутулю обязательно добавить это именно вкусно еще ну как это ну цимис как говорят в одессе а люди в комментариях я таки читать умею до написали что серёга голубцы вы сделали бесподобные надо было сделать немножко по нашему как туда добавляют гутульку айву понимаешь именно в этот фаршик во внутрь короче вот так вот а потом сверху доличь делаем новые ребята все будет нормально катя и крыжалки мы говорили за субботу засоление и крыжалочку пусть марина тоже передаст мариночка мы вам таки собираемся звонить да вот кому надо вот такие помидоры то там вообще море вкуснятины помидоры как это больше изобилия это больше изобилия соления не видел во всем целом свете елки-палки а на початке у марина есть так что вот он телефон я тоже по нему буду звонить будем на субботу заказывать так что такие у меня уже закипела слышишь а зачем тебе вода а я сейчас делаю так как марат не любит вот его сегодня нет я буду короче бомбить все наоборот марина серёга ну никто не варит в кипятке рис ребята таки варят посолил чуть-чуть это рис нам надо будет но его внутри а где кстати вот а вот он мы его сгусем вовнутрь шлёпнул достаточно серёженька ты шо марат или шо вот марат имеет право говорить у него усы а ты помолчи женщина ты хочешь я усы себя отрастил нет у него ты шо перестань как это тебе и без усиков хорошо лопатка есть рис а я его добыт буквально до полуготовности вот так вот аккуратненько сварю и будет файно сегодня такая конструкция если есть а я думаю что у нас есть и таки немало вот таких фантазеров как я на ютубчике до которые готовят не как марат вот чтоб там минута в минуту туда-сюда марат я тебя очень люблю ты большой молодец мне до тебя еще вряд ли дорасту ученик должен превзойти своего учителя знаешь так я не тороплюсь у меня за другой у меня другие рецепты катюни мак не рецепты за хорошее настроение для меня это главное да как это яичко жареное всегда себя джарю что ты меня сбила если есть такие фантазеры кому интересно какой получится вот такой замечательный гусь великолепный в тыкве таки оставайтесь на канале я думаю что вряд ли кто тогда будет за мной повторять а новыми не надо сидите ровненько на жопе как это кушать и ваши макароны будет вам счастье да я для вас приготовлю вот этот шедевр сейчас быстренько шляпу вскрою шоу буду говорить так чарбройл сегодня тебя ждет просто я даже не знаю работа на выживание сколько время но вижу мы уже почти опаздываем я успешу газа хватит катя то там полный баллон 20 литров пришел матч при таком месте пиццы мы пиццу тоже чарбройл ребята любые аксессуары или все что связано там с грилем там многие пишут а если скидка от липована есть 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 иди сюда покажи звоните по этому телефону и говорите мы такие от липована и будет вам не сделайте нам скидку и будет вам подарок да я вот так это все дело поставлю сюда кабак немножечко прогреем потом когда нам надо будет ехать я уберу центральные оставлю на минималках боковые и мы уедем с тобой в далекие края ла 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 ну когда-нибудь приедем вот когда уже приедем вечером достанем этого гуся я больше чем уверен или это моя фантазия что гусь получится нереально вкуснячий вот такой ты представляешь а нужно никуда не выветривается тыква ну это да 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 это конечно не про меня какой взять ножик ухты ёшкин кот или может другой или этот а давай вот этот вот а еще и маленький не давай начну с маленького так кабак слышишь пустой внутри точнее у него бассейн огромный мариночка как знала когда кабак нам подгоняла что мне именно надо вот такой вот а шо мы с тобой готовили уже в кабаке мы баранину готовили в кабаке тихо цари горшочки разошлись а я я все ваша песенка спета вчера поели и хватит не ну вчера было бесподобно елки-палки я вот и как за те голубцы прямо жалею что так мало горшочков было бы еще 10 тогда бы не хватило бы гуся на сегодня а он же мне надо а ну-ка хоть посоли на этот срез елки-палки но чемпион садивы протыкания мама дорогая это такие я ковырни чуть-чуть то зачем я красиво срезал барабанная дрожь а сейчас и туда зайца кролик юхан и бабай катя ты шо то не то дерево аватаром назвали посмотри там прямо жизнь какая-то хорошо что там жизни нету елки-палки какие прямо как девчонки мошонки а что что прямо карусель вот такая вот как там эта песня из ума гамаева про карусели короче что там такой я помню есть 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 я даже белые так ну шо процесс пошел а ты будешь его чем-то мариновать там я не знаю гуся обязательно ты же думаешь володя галкин слушай мне даром эти специи прислал надо было не самой америке америка также сказать вообще просто ё-моё ну давай надо было же положить было как вчера гутульки чуть-чуть картошечки вот туда к этому гусю это было бы очень вкусно катюша у то вчера было в горшочках а сегодня будет в горшочке только из тыквы ладно давай я это потихонечку сделаю давай капусты в конце концов квашеный слышишь горшочки дело хорошее но я их быстренько переселю то что-то звук посторонний а ну слышишь стой пока не началось муслима гамаев качели карусели королева красоты а чертово колесо там мне текст надо ёшкин ты кот текст песни катя садись сейчас буду орать миланью не разбуди ладно ханулечка хануля моя девочка мяу хануля слушай она просит мясо сережка представляешь на ра на парке тополя так грустный липы просят подождать до весны на вверху дном Все лодки молча лежат, Как пилотки задремавших солдат. Но ты помнишь, как давно по весне Мы на чертовом крутились в колесе, 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 А теперь оно во сне. Но я лечу с тобой снова, Я лечу, и одно слово Я кричу, кричу, люблю Я лечу, я к звездам крычу И вновь лечу Вот так вот, поняла? Качели и карусели. Эх ты. Ты для меня раскрываешься все В новой и новой эпостасии, Сергей. Что за слово такое дурацкое? и поставьте роли раньше как это не с такими словами ведьм сжигалия ипостаси блин ну какой же он катюша мама дорогая семена помою про сушу продавать не буду посажу вот поняла все больше не шкрябой я не шляпу мне надо именно толстые стеночки этого шедевра боже мой какой же он красивый так пахнет я про себя ёшкин ты кот ты тоже ничего серёжа зимнем парке тополя так грустны липы просят подождать до весны и шо ребят скорую вызвать не надо как верю ёшкин ты кот это же радость это же счастье даже не знаю что делать надо аккуратненько сполоснуть что пусть нагревается уже до charbroil любчик мой мы сразу пойдем на минималках вот от слова на минималках это будет долгий трудоемкий нудный процесс и нудный это не про нас шо рис там у аль денте еще чуть-чуть еще немножко марат джан посмотри что это несчастье елки-палки ты посмотри ай-яй-яй что у тебя в плове бубочка в бубочку рисинка в рисинку ай-яй-яй-яй-яй вот все для гуся ничего горячей воде маратик как вы любите они вы что-то сварили уже скажу вкусно серёга а я и не знал так что делать то почти моя любовь ничего посолить гусика потому что тыква сладкая такая что будет просто прелесть 1 утру ли целую положим туда катюша можно и это прям целую то прям хорошо точно сладкий кабак кислая гутуля ай-яй-яй-яй прямо засолим вот так вот а я шо сказал что буду делать не так как марат сказал потому что марат сказал разрезать разрезать а я же не хотел она мне не надо так шо мне марат вы видите какой он упертый я не упертый я самостоятельный володя галкин родник как там чтоб ты был здоров таки ваша мама знает что у нее замечательный сын а еще тот ребенок ты все дай бог каждому не обнаглели ли вы царская морда шо будет усилий шедевр как не переживай лишнего не возьмет все будет хорошо так вот между ляшек тут ляшек нету одна а смысл и ты думаешь как это ты знаешь ты эх ты и катюня давай гутульку так и шо этим ножом не воспользовался зачем резать прямо целиком и рядом когда я получается вообще этим ножом не воспользуюсь я хотел чего горчички чуть-чуть мазнуть вот сюда зимнем парке пицца пахнет так это же доска с такой доска этот плита это из-под пиццы вот чисто полет фантазия но я думаю что люди так раньше делали когда не было тандыров хотя там дыры наверное были сюда да а мы когда привезем сюда тандыр блин 135 килограмм елки-палки не у меня не у марата столько здоровья нет дернуть его слышу только да в лексусе появится автобус вот тут не за горами возьмем его на этот на тест-драйв сейчас посмотрят и скажем мы ему не дадим а я шучу шучу нам надо в лексус ехать да там есть новые машины на обзор это премиум сегмент таких машин не бывает катя тройное лобовое двойные боковые доводчики сервер о елки-палки которая брызгает в лицо а сзади короче не такое придумали сзади сидишь там машина такая не знаю кого-то там боссов возить каких-то сзади всего два сиденья но такие я таких в рост-ройсе не встречала шедевр сидишь а сверху я шо это у тебя музыка прямо когда нет ионизатор воздуха охладе вложить короче шуток вот вот шутки шок как это те кто сзади едут чтобы все время вечно молодые были да как а а рис елки по дожди у меня уже готово и холодная водичка промывая мединая артезианская так еще тихо все письмо а то операция я хотел снимаем и хорошая снимай внимательно будет залипать и на так и шуму давай посолить его не надо потом освоить видео а я солен вначале да ёшкин кот что это за плов получится ё-моё тут не зюм не надо ничего просто шедевр какой-то шкуры к верху шкуры к низу а без разницы да скажи к ну как ты хочешь давай марат бы сказал что к ней к верху шкуру да ну за что наоборот марат вы слышите какого ротик я вот как ты хотел его разрежу но немножечко надрежу потому что надо мне чтобы он вот так вот свернулся и гутульку туда на как раз место для гутули до мы это я потому что еще яблочко там есть зелененькая принесите давай я пока тут все это сейчас этим пловом 1 до засыплю катя там не для тебя не ромами неси 2 я принесла тебя половинку гутули и 1 яблочко вот так вот сейчас сюда в сторону то есть прямо молодильная катюша слышь я же не запомнил хотя кажется вот так вот нет ё-моё нет все теперь попробуй собери этот кубик рубик обратно смешно тебе ну вот здесь вырез есть но посмотри куда этот вырез должен идти вот сюда не надо умничать слышишь обалдеть даже штопать не надо ты посмотри хирург все бросаю карасей в эти в пластиковые пойду пластические ну а шо я не достал и шо обалдеть обалдеть эх ты ну может пригодится гуся разрезать хотя я думаю там такой будет вот так вот слетать будет с него я больше чем уверен что будет слетать а ты как ты думаешь что получится из этого но если она часов 8-10 постоит то наверно буду я думаю 5 хватит ему за глаза ты шо так чарбройл уважаемый плита зачетная вот те кто видели у нас мы там на ней уже мама дорогая сколько всего много приготовили и вообще там очень много удивительных видосов связанных с грилем плейлист так и называется либо ван гриль да так и называют еще и после 3 теперь еще и тыква шо там только шоу по-то ты шо видишь как нет и оператор тебе и видеть все засекаем время сколько сейчас кстати у тебя есть на чем последний а у меня есть сколько двенадцать так а я не знаю тут не показывается но я я лечу с тобой снова я лечу эх и одно слово я кричу кричу люблю я лечу я к звездам кричу и вновь лечу лалалай лай 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 ла-ла-ла-ла-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай. Скажи мне, кого, куда, во сколько нам сегодня надо везти? Тебе... как это? Не для твоих мозгов это. Ладно. Ты шо, так унизить меня? Я наоборот возвысила. А, это? Тебе не надо в этом думать, Сережа. Ладно, спасибо. Хорошо, не, во сколько мы домой... Об этом позабочусь. Во сколько мы домой вернемся? Где-то к четырем. Двенадцать, четыре часа? А-а-а, тогда значит за четыре часа управимся, да? Ну, мы можем подождать, мне уезжать потом не сразу надо будет. Во сколько? Я планирую в пять приоткрыть. Вот двенадцать, в пять, чтобы пять часов. Да, а в полшестого я буду выезжать. Марат сказал три с половиной. Все, нам полчаса надо попробовать, аж бегом хватит. Ты шо? У нас же не видео, у нас же короткометражные юмористические ролики. Куда ты дрыщишь? Мне кажется, там что-то скрипнуло. Гена пришел. Здравствуйте. Здравствуйте? Так и передай ему. Гена, здравствуйте. Он заходит, пошли рассказывать. А шо рассказывать? Ну что, кому там мебель надо починить, кому там надо собрать. Это Гене, елки. Это до Гены, да. Ну, пошли провожать. Катя, мы сегодня снимаем за тыкву, за мебель, елки-палки. Гена, проходите. Не стесняйся, будет как дома, да. Это, аллилуйя. Катюня нашла хорошую, мощную, недорогую вытяжку. Так что теперь у нас будем дома готовить, елки-палки. Я и гриль домой закачу, понимаешь? Ой, Сережа, ну это лишнее. А че лишнее? Оно же пахнуть вообще не будет. Теперь все будет вытягиваться, и ты будешь ходить и не пахнуть чебуреками. А то от тебя люди на привозе шарахаются, думают, ешкин кот, опять она. Мисс Ароматика Одессы пришла. Аператор, друзьяки, вечер добрый, елки-палки. Да шо уже стемнело, иди сюда. Посмотри, сколько времени прошло. Иди сюда. Ай-ай, цоп-цабе. А вот ты шо? Ешкин кот, ровно ты шо 5 часов прошло. Ровно 5 часов. Мама дорогая, шо? Я уже тарелку грею. Концом еще не пахнет. А че ты? Ну, мне кажется, не пахнет. Короче, друзья, это мы уехали. Уезжая, я оставил боковинки. На минимуме? На минимуме. Эти я выключил вообще, да. Так что такие. Вот приехали, я их включаю тоже на минималочку. Пусть потихонечку разгоняется. Мы пока ездили, две посылки заехала. Та ты шо? Ну, одну я знаю от Александра Васильевича. Шо ты там такое прислал? Эх ты, что? Так он не тебе прислал, он прислал отремонтировать. Ладно, отреставрировать. Он мне говорит, что туристы ему ножи поломали. А у них же там нема где? У них там только шо, одни грибы и медведи? В Микуличин. Нема кому ножи реставрировать. А у нас есть дядя Дима, есть Серега на привозе. Так что сделаем Васильевичу приемно. А ну. Ё-моё, ридненький, я упаковал. Шо це таке? Слышь, у меня шо, нема таких ножей? Васильич, может я тебе себе оставлю? Он сказал, туристы поломали. Я ж за это и говорю. А шо ж там, туристов у него много, ребята. Так что хотите поехать Васильичу нож поломать? Вот вам телефон прямо в Микуличин. Там такие места. Я их понимаю. Я понимаю туристов. Когда в нос тебя бьет во все легкие, шипит уже. Смерека. Аромат. Я даже не знаю от этих, блин, легендарных Карпат. Эх ты, горные речки. Та я бы с... Ай-яй-яй, конца нема. Васильич? Конец будет. Все, шо по концам, это к нам. Шо у него за ножик? Кинза-дза какая-то, ёлки-палки. Конца-кинза. Шо-то хорошее. Это шо? Ну, это, наверное, Васильич. Блин, Тескомовский, ёлки-палки, хороший, джапан. Это он, наверное, решил, что у него топорик, а не нож. Скажите, пожалуйста, вы что, не кормите, ёлки-палки? Ты шо? А не, я шучу, Васильич такой богрыч исполняет. А борщ какой легендарный. Вот то, что мы с Маратом делали, такое, в подметке. Так, шо, больше ничего нема? Это шо? А ну-ка. Так, дядя Дима, встречай, едем к тебе. Шо це таке? Слышь, она там так шкварчит, что надо проверить, ёлки-палки. Мы же гуся готовим, а? Катя, приготовься, сейчас будут гайки. Ёлки-палки. Серёжа. Ты шо? Ты шо? Готовил гуся, опять карась получился. Блин. Не, ну это чисто по-липовански, я уже не знаю, что с этим делать. Ё-моё, ты шо? Вот сказочник, ёлки-палки. Мама дорогая. Мы сюда снимать пришли или кушать? Так, ты шо? А горячие, только со сковородки. Это же самое вкусное. Смотри. А? Скорбы какие. Катюня, а ну-ка дай. Да я же не могу, иначе. Не скидывайся поклон. Эх ты. Нереально вкусно. Я не знаю, что там с гусям. Ну-ка, раз таки рыба. Ой-ой-ой. Лучшая рыба во всем мире, не побоюсь этого слова. Ну шо? А ты будешь сейчас открывать? Ты бачишь, как он просел? Вижу, да. Катюша, сотри. А, так он уже чучок. Какой стал мягенький. Наверное, там вот и шипит. Да у него там под крышкой суши заклеилось. А ну-ка, аккуратно. О-о-о. А рис на буре. Реально заклеилось. О-о-о. Ты смотри, как красиво. Катюня. Йохан и Бабай Мэджик. Слышишь, ну шо, будем откапывать? Слышишь? Шо? А там какая-то водичка. А че ты закрыл? Катя, это сно. Все, посмотрела и хватит. Ты закрываешь? Ребята, аромат такой стоит на весь Гросли Бенталь. На всю Большую Долину Любви. Вот вверх на лодке не кататься, аж жарко стало. Нереально вкусно. А кабак, ты понимаешь, как этот? Мы когда с тобой в тандыре вот баранину делали, там самое непростое было, так это достать его. Потому что кабак нагревается, размокает. И через вот эту решетку начал просачиваться. Помнишь, как было неудобно? Угу. А с грилем-то совсем по-другому. Пять часов и никакого этого. Мошенничество? Слушай. Я не знаю, вези маму сюда. А? Пусть с нами тут кушает. Что ты ей возишь? Все, возишь, да и возишь, елки-палки. Обалдеть. Я еще раз хочу сказать грилекс. Ассалам алейкум, брат. Спасибо огромное от души. Что там? Жатем. Какие там еще слова есть? Тищикюри дырым. Тищикюри дырым, ешкин ты кот. Тяньки гори мать. Да, жур, короче, это все хорошее. Это все в ваш адрес. Камушек вот этот или как это? Кругляшочек вот этот. То, что надо. Он же еще как этот играет, понимаешь? Как жаронакопитель. В себя температуру и себя ее отдает. Ладно. Заглянем сейчас чуть-чуть попозже. Так, что я же не одеваю? Давай посмотрим, что приехало. Чисто для людей, чьи золотые руки сотворили вот это. Кому надо, так я оставлю инстаграм, обращайтесь. Даже можете не говорить, что от Липова ванна просто пригодится. Да? Ты шо, Катюня? Обалдеть! Звони почтальону, кому какому там. Печкину теперь и нам можно письма слать или как там присылать. Короче, ребята делают вот такие индивидуальные великолепные почтовые ящики. Сышь, шо у них там с подсветкой, с вайфаем, да, нет? Есть, есть. Нет, ну не знаю, как насчет вайфая, но с подсветкой точно нет. Да я шучу, елки-палки. Чего ты шутишь? У них есть подсветка. Серьезно? Блин, так я еще этот, ванга липованская. Слышишь? Что, сегодня пойдем повесим? Или ладно, гуся, пойдем. Как там, утро вечером удлиннее? Они не ржавеют, не деформируются. Серьезно? Не греются, да, там, короче. Шо это за металл? Главное, что сделано. Першого травня три. Обалдеть, смотри. Опа, чува, туда письмо. И ключик имеется. Смотри, Катя. Даже крепление. Посылка для вашего мальчика. Еще и ключики есть. Ребята, дужи дякую, вы большие молодцы. Слушай, ты понимаешь, как все красиво продумано? Вода не попадает. Замочек в безопасности. Красиво так. Так это еще и зеркало. Хотите оператора увидеть? Катюнь, тебя там видно? Да покажи ты себя людям уже. Аголи ты в конце концов, елки ты палки. Смотри, тут еще и стеклышко. Смотрите, есть там что-то. Шикардос, ну да. Чтоб лишний раз вот это вот как это замок не лохматит. Дужи дякую, низкий поклон. Сымаю шляпу. Ай-яй-яй. Еще раз. Специально из Одессы. Благодарю. Так, ну шо, это коробки до свидания. Ну шо, гуся потыкаем. Давай. Ой, Марат, Марат. Сейчас буду ломать твой этот, как это, стереотип. А Марат у нас кто? Скажи мне этот. Педант. Та не, у тебя пенсионеры правильные. Как они? Кристаллизаторы, деформаторы. Как они? Не знаю. Которые не меняют ничего. Педанты. Та не, ну, питант что-то обидное. А шо, не? Консерванты. Консерватор. 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 Марат, ты на консерватор. Сиди дома и консервирую, короче. А я для тебя буду. Как это? Ваять. А я ему знаешь, что предложил? Шо? Ну-ну. Так его Кондрат чуть-чуть не взял. Чего? Мы же едим это маринованные вкусные помидоры. Ну, хозяйка тыквы, которая. Ага. А я смотрю, короче, помидоры заканчиваются, а рассол вкуснячий остался. Я говорю, Маратик, а шо будет, короче, если вот, когда зирвак приготовил для плова, рис закладываешь, и там, как обычно, надо какой-то литрушечкой водички подыграть. А я говорю, а если добавить рассолчик оттуда? Ты шо, серьезно? Это никогда, да, так не можно. Слушай, так это же идея. Втихаря. От Марата? Угу. Точно. Он когда будет там плов делать, я его там... Скажи, я сейчас водички налью, а ты... Я говорю, Марат, иди за этим, за зирой. А сам себе раз и плюхну. Эх ты. А шо мне надо, как это, надоумило? Вот плов, когда мы готовили недавно. И сижу, я кушаю эти помидоры. Над пловчиком. И туда капает рассол. А потом я как начал есть этот плов, шо-то такое вкуснячее. Не, может в прикуску я ее отдельно и вкуснее? Ладно, разберемся. С моей фантазией. Катюня. Да, шо ты, что-то найти не можешь? Я сотрю руки, потираешь, и все. Третий раз никак в горшочке будешь выкладывать? Да у меня же волнительное мероприятие. Так ты меньше волнуйся, больше делай. Да я вообще не волнуюсь. В гуся потыкать. Не, я же смотрю, что правильно это было все. Вот так вот. Слушай, ну как она кипит, бурлит. Ты посмотри. А? Сок какой. Ты бачишь? Ой-ой-ой-ой-ой. Прямо зелье молодильное. Там столько воды, елки-палки. Он просто... А яблоки какие? Это, наверное, не вода, Сереж. Это, наверное, с гуся. Катюша, это сок. Это жир с гуся. Это сок с тыквы. Дай, посмотри. Яблочко шедевр. Гутуля великолепная. Так. Ну я думаю, что надо, наверное, еще ему поготовиться. Катюша, да у нас времени, елки-палки. Ты хочешь сказать, меньше дуга. До утра хватит. Как? Детей спать уложим-то еще раз. Потыкаем. Выйдем, да, гуся потыкаем. Елки-палки. Это ж такое удивительное мероприятие. А где же сам гусик там закопался? Когда качаются фонарики ночные. Ты взял большой пинцет? И темной улицей опасно вам ходить. Я из пивной иду. Я никого не жду. Я никак в ужине в силах полюбить. Это суп получился из тыквы. Я думаю, что это будет такое вкусное. Подержать его. А ну стой. Бульончик, да? Да. Я думаю, что это будет такое вкусное, что никто никогда еще до этого. Зелье приворотное. Катюня, ты сейчас на самом деле... Смотри, чтобы меня не... Ничего. Не пропоносила? Нет, не отвернула. Так, Арсен, вы вернешься, и все будет нормально. Ты ничего подобного. Я тебе говорю, дверь на лодке не кататься, не пробовала вообще. Ну давай я уже... Это такой сумасшедший аромат тыквы. Сладкая кислинка гукули. Можно я сама это скажу? Ладно, извини. Лохматку береги мне свою, она мне еще пригодится. Да? Очень вкусно. Такой прямо нектар, я бы сказала. Вот, блин, у меня слов не хватило. Обалдеть, обалдеть. Сереженька, ну ты закрывай, я чувствую. У меня попала одна рисинка. Да мы не рис готовим, но хотя рис тоже должен быть уже готов. Нет, нет, я думаю, что надо еще чуть-чуть поработать этой кисточке. Ну я бы на твоем месте не трогала. Не кувыркала? Нет. Катя, это хорошая упругая тыква. Там есть одна дырочка, да? Где? Ну где-то шипит. Шипит, потому что через крышечку переливается. А-а-а. Вот оно что. Вот тебе и да. Я хочу гусика провести. Да, 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 да. Короче, еще пару часиков надо. Угу. Все. Все, ребята, ты опять едешь? Конечно. Вот ты моя елки-палки. Ты же знаешь, мы полдня развозим детей, потом полдня свозим детей. Да, ну короче, ребята, двоих мы уже собрали. Да. Где-то там по Одессе еще одна у нас там есть. Сейчас поедем. Да нет, танцы у ребенка. Ладно, давай еще, короче, на пару часиков. Итого семь часов. Вот это приготовление. Марат, ну я вам скажу, что это вкусно. Это вкусно. Может, ты нашего четвертого ребенка заберешь? Марата, привезешь сюда. Мы с ним до утра, короче, эту тыкву оприходуем. Легко, Сережа. А утром приготовим для вас гратен. Пусть выезжает в ресторан. Хорошо, я же, слушай, опять сейчас буду кубик-рубик этот искать. Какой кубик-рубик? О, попал с первого раза. Ты смотри, какой молодец. Так, успокойся. Ты на минимум сделай. Все четыре на минимум. Они и так на минимум. Ага. Все, пусть на минимум и этот. Все, я ушел. Давай, ты иди, а я с хоросями здесь буду речь продолжать. Ребята, чтобы вы на были здоровы. Но на самом деле это, ты что, фантазируйте на кухне, и будет вам счастье. Вот только, как это, нет-нет, выключайте в себе консервантора, короче, да. Потому что не узнаете, что такое вкусно. А это на самом деле, это какой-то шедевр, ешкин ты кот. Мариночка, спасибо огромное за тыку, спасибо огромное за соление, чтобы они были здоровы. Ты что, а, она мне сегодня звонит, говорит, Серега. Все, гайки, закончились крыжалки. По всей Украине, елки-палки. Люди аж в Израиль захотели себе там пару крыжалок голубцы готовить. Фотографии скидывают, присылают и все, и как это, и таким молодец. Да шучу, я там еще пару крыжалок осталось. Мы на выходные, Мариночке тоже заказ уже сделали, позвонили. И аджичку вкусную, и крыжалок. Приготовим новый рецепт голубцов. Голубцов. Катя, это будет шедевр с гутулей. Все, давай, увидимся через 2 часа. В вашем случае, через мгновение. Друзьяки, как я и говорил, мгновение, а это знаешь сколько? Иди сюда. Катя, да кому ты там атмосферное настроение-то передаешь? Смотри, 21-21. Ну, сегодня прямо не цифры, а мама дорогая, сколько? 9,5 часов. Тебе снимай близко, меня можешь даже со вспышкой снять. Что там тебе надо зашить? Карман, как в Макдональдсе. Чтобы было именно лицо с кепкой видно, не обрезанное. А тебе не имется, да, чтобы моя рука в карман? Хорошо. Это дурный тон. Что? Пой, Сережа. Давай. С кепкой не обрезанное? Нет. Ручек не видно, если что, и ножик тоже. Ты отойдешь потом, когда я скажу, эх. Ну, хотя можешь так начать, потом. Я сейчас, когда этот, спою. Ну, ты помнишь, когда мы на повесне, мы на черту накатались в колесе. Будешь отходить, хорошо? Хорошо. Ну, ты помнишь, как давно по весне мы на чертовом крутились в колесе. Колесе, 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 а теперь оно во сне. Но я лечу с тобой снова. Я лечу, эх. Что я хотел сказать? Гриль, лекс, Одесса. Огромное вам спасибо. Вот именно от всех людей. Просто хочу сказать вам огромное благодарю за то, что вы дарите ни с чем несравнимое чувство. Скажем так, вечное чувство, любовь к приготовлению еды. Спасибо за то, что есть у меня вот такой вот шедевр. Девять часов. Поделали дел целую кучу. Уже там детей спать уложили, накормили. А он все работает и работает. Это счастье неимоверное. Так, я тебя, родненький, выключаю. Я так понимаю, что мы немножечко затянули. Вот 8 часов было бы именно самое оно. Там бы и бульон остался, и супчик, короче. Но это же не про нас. Ёшкин кот, как тебя поморщило, бро. Или как там, братуха, ты посмотри, я даже не знаю. Катя, хочешь за шляпу потрогать? Ты посмотри, какая мама дорогая. А ты ее точно сможешь поднять? Шляпу? Ну да, не отвалится эта пимпочка. А ты знаешь, какая мышца у мужчин после 50 шляпу поднимает? Бицепс, ёшкин ты кот. Смотри, будешь знать, а у меня с ними все хорошо. С бицепсами. Мама дорогая, Катя. Котюнь. Слышишь, короче, с бицепсами все, слава богу, со шляпой непорядок. Ёлки-ты-палки. Хорошо, что ты туда не подсунул свое лицо. Волнительный момент, что я тебе почувствовала. И оно тебе не чвакнуло прямо в лицо. Ладно, так тихо ты успокойся, не чвакнуло и слава богу. Ну ты же понимаешь, насколько приготовилась. Блин, я даже забыл спросить у Марины, сколько весила эта тыква. Чтоб хоть понимать себе так. Для какого-то... Посмотри, Кать. Ну это паштет необыкновенный. Но это детское питание плачет и завидует, что я у них не работаю. Ох бы я мог кормить людей. Ох бы я мог что делать. Есть бульончик? Что ты сказал, что выперел? Есть остался? Да, есть. Да его же там выливалось прямо так, что непонятно сколько. Нормально все. Ладно, хорошо. Давай, я же подготовился. Посуда имеется. Ложки интересные. А ну-ка. Так, что, по яблоку досталось, да? Ну ты помнишь, как давно, по весне. Катя. Катя на базаре. Баб Катя, это она не про вас. Что ты как это, ешкин кот? Ну у меня же эмоции. Держись на руках. Что ты, расквасился, как вот это яблоко. Слышишь, а ну хорош ешкин такой. А ну успокоилась, что голодная спать ляжешь. Сам эту тыкму буду давиться и есть. Критя моя. Попробуй это яблочко на Владимире. Прикоснитесь губами. Мне говорят, что ли? Нормально. Точно? Попробуй что-нибудь, а ну скажи. И вот яблоко осталось. Скажи. И шо? Кислинка ушла. А вот ощущение гуся присутствует. Да, слава богу, мы же его и готовим. Обалдеть. Так. Ну я так понимаю, что там где-то еще должно быть, наверное, яблоко или ладно. Того же яблока. У нас было одно яблоко, если что. Я помню. Так а где ты хочешь еще там яблоко найти? Так мне казалось, его должно было быть больше, растворилось. Превратилось в яблочное пюре. Слышишь? О, вот это мое. Так здесь все твое. Да, все твое. Дашь мне только гуся попробовать для людей, да и все. Давай я тебя сейчас буду кормить и дегустировать. А ты сам пробовать не планируешь? Слушай, и Марату достанется. Боже мой, ни с чем не сравнимый аромат. Ребята, если на самом деле у вас там гриль простаивает и в баллоне таки имеется газ и есть лишние гусени, дай бог, тыква, так и, слава богу, готовьте все у вас будет замечательно. Это просто праздник какой-то. Я там, что? А ты думаешь, духовки? Там гусь вообще будет гайки, елки-палки. В духовке нет. Я тебе хочу сказать, что после этого видео ты можешь меня уже больше не увидеть. Я? Французы меня украдут. В какой-то ресторан поеду, да. С фуагрой баловаться. Шеф-повару. Буду печень готовить. Как готовить? Дорчить, елки-палки. Я же не умею готовить. Он будет мне говорить, эх ты, мюсье, вы не так все это делаете. Потому что ребята, еще раз говорю, делайте вот не так и будет вам счастье. Потому что если не будете фантазировать, так вы не поймете на самом деле, что ты и шо. Это очень вкусно. Катенька, шедевр. Очень вкусно. Слышишь, а тыквы еще до сих пор разговариваешь. Смотри, целостность просто удивляет. Ладно, давай-ка я вот сюда, наверное, сразу этого пловчика шикарного. И мясо кусочек, да? Да не, мясо я попробую, как это, всего гуся этого достать. Зачем? Так надо? Слушай, да люди, 9,5 часов. Это то кино, кино то смотрело 9,5 недель. Я вам весь фильм ждал, что в конце они поженятся. Ну, хватит доставать рис. Оператор? Ёшкин ты кот, слышишь? Ты когда-нибудь этот грудь моряка трогала? Сережа, при чем тут это? Хочешь потрогать? Тепленькая зименькая. Слышь, ты я тебя пока ждал. Ты что, дикая, ёлки-палки? Вот больше не разрешу тебе. Что ты меня там царапаешь? Об это ласкаться надо, ё-моё. Ты хочешь, как кошка, мурчать тебя начала здесь возле твоей груди? Ну, как минимум. Ё-моё, я пока тебя ждал. Миланя проснулась, ёлки-палки. Вот так мы и живем, да. Побежала, покормила. Я тебя пока ждал, иди сюда, покажи. Иди, а ну наедь со вспышкой. Как я наполировал рынду? Не надо сейчас. Катя, покажи, как я наполировал рынду. Красивая? Это я чисто для моряков, ёлки-палки. Ребенок, не переживай, не от этого просыпается, там окна закрытые. Главное еще, когда там в огороде спит. Ну что, достанем? Давно пора. Ай, Марат, Марат. Так, тихо, хочется ж или не хочется ляшку повредить. Смотри, чтоб меня было как с той пимпочкой. О, смотри, прямо. Блин, развалилась. Вот как я говорил? Я же так и говорил, слышишь? Так я точно, что Ванга Липованская. Посмотри, горячая, просто горячая кость. Ну я, ребята, терплю для вас. Так возьми перчатку. Да, что оно мне не надо? Посмотри, как я говорил, Марат, вот так вот трусишь и все мясо падает. Что ты так кричишь? Катя, я не кричу, я радуюсь. Еще раз говорю, они спят на закрытых окнах. Что ты как это, ешкин ты кот? Тогда мне людям все весь этот цемис передать. Для тех, кто спит, так это, наверное, одна Миланя только. Да, ну пусть спит. Обалдеть. И что, как пробовать будем? Ртом? А я тебе сказала, положи каждому на тарелочку немножко риса. И вот кусочек мяса. И будем пробовать еще тыквочки. Блин, прямо вообще, да? Бесподобно. Бесподобно не суслов. А где Толяшка? Она же этот разделась. Короче, тут, я не знаю, тут его целовать, сосать это мясо, что угодно можно делать. Царикой, рыжая. Да, я же хочу до грудины добраться. Игоренька, спасибо огромное за то, что предоставил нам вот этих вот гусей, утей. И у нас получилось сотворить три шедевра из них. Ты что? У меня еще вчера чесалось, короче, взять этот и приготовить. Зачем ты это все достаешь? Катя, я 9,5 часов. Хорошо, но оно остынет. Голодный. Да в этой тыкве? Нет, вот в этой тыкве как раз закрой, крышечка и пусть стоит. Смотри, а гарнир? Ага, ты хочешь вот это вот? Вот я тоже это хочу. Катя, а кто же его не хочет? Это же прелесть. Я порезался? Где? Не знаю ничего. Да нет, а то еще другим разом я обжегся. Ох, какая красивая тыква, сережка. Ладно, напросилась и тебе отрежу. А так красивая тыква. Тут и тебе, и маме, тут всем будет. И Маратику, да? И Маратику, и Свете. Не, ну это шикардос. Я даже не знаю, что может быть. Давай до бульончика этого доберемся. Все-таки он же там должен остаться. Да нет, там уже никакого бульончика. Там рис с тыквой. Да? Да. А горчичка? Тоже такое. Посмотри, как это красиво. Согласна. Ребята, милости, прошу за стол. Грейте макароны. Да. Я ложку Марату приготовил. А как раз под усы удобно. Знаешь, ты когда ешь, вот так сразу и расчесываешь. А потом что, вот его? Как он там? Вот это, это. Ты поняла? Да портос, Арамисович. Ладно, не об том. Слышишь, ну получилось просто шедевр. Даже не знаю, что я больше хочу попробовать. Я хочу просто попробовать мясо, какое оно получилось. Со вкусом чего? Слушай, тушенка не такая нежная. Вот сейчас, наверное, вот. Как это? Вот вся наша многотысячная аудитория заметила, а ты нет. Что? Что, у тебя грудь волосатая? Зато тепло. Нет, какой джентльмен, елки-палки. Ни капли в рот, ни сантиметра глубже. Вот все для тебя, ты понимаешь? Ну прямо, как это? Ну не липованный ухажер какой-то. Скажи мне. Мягенькая. А вкус? Вкусная. Аромат тыквы именно вот этот вот. Это кондиническая, да? Да ненормальная. Ну именно в смысле от слова геть все хорошо. Вот это вот очень рыженькая. С рыженьким прямо? Не стегивай. Да я шпаклю, чтобы не развалилось. Вы пробуй. Знаешь, чем пахнет? Молодцы. С детством. Да я и так вечно молодой. И чего я вам желаю, да. Детством. Ты открываешь глаза, а в комнате вытяжек еще не было раньше. На улице темно. Я жаворонком был раньше, да. На улице темно, а в комнате аромат тыквы. Бабушка на кухне кубиками тыквы вот так вот готовила. Вкусная. С рисом. Бабушки милые, вам крепкого здоровья. Чтобы вы были здоровы, живите вечно. И пусть детки ваши вам не забывают ни звонить, ни писать, приезжать, цветы дарить, не знаю, что там. Наполеоны печь. Вот что хотите, то и делайте. Чтобы только все по-хорошему было. На. Моя будущая бабушка. Чего вдруг твоя? Э, да я от лица всех детей сказал. Как тыква? Вкусно. Ладно. Спасибо, боженьки, что я один такой у нас в доме. Эмоциональный. А она у меня такая прямо именно барыня, прямо мама дорогая какая. Ладно. Вкусно-то и вкусно. Друзьяки, от всей души и с хорошим настроением для вас исполнил. Ага-ха-ха. Как это? Очередной такой себе. Кулинарный кульбит. Да что у нас зло? С огромной любовью, уродненький. Без тебя никуда. Не переживай, тебе останется. Я думаю, что она... Ты ему обещал прислать видео. Что она и до завтра не остынет. На ютубе посмотрит. Короче, от всей души и с хорошим настроением для вас спасибо Грилексу. Сотворил шедевр, не побоюсь этого слова, одесский реплан. Всех люблю, хребко обнимаю. Желаю хорошего, черноморского, настоящего одесского настроения. Всем пока-пока. И до скорых встреч. Чао. Ла-ла-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай. Эх, дай-дай-дай. Я бы как заорал, сейчас ты не понимаешь себя. Но ты же говоришь, там дети спят. Эх ты, Катя, выруб... Да вырубай уже, успокойся. Ла-ла-лай-лай-лай. Ёшкин ты, кот. Ну ты видела, как это кость? Бздынь, а? Смотри. Ты что, снимаешь еще? Ну ты неспокойная, Катя. Дай мне этот кусочек. Да, ага, еще чего уже. Все, на видео попанковали, и хватит. Та шучу, я шучу, на. Это же... Вот это вкуснячья. А то вкуснячья. Сладенькая. Да бесподобная. Вот это гусь, конечно. Вот уродила.